...что если сегодня кыргызская власть провела бы расследование... Нет, они никогда его проводить не будут, поверьте мне. Почему? Вот я сразу это обрезаю. Почему? Потому что я это видел. Вот вы понимаете, казалось бы, да, я держу нейтралитет абсолютно, да. Но я знаю, что люди в форме с вертолетов расстреливали безоружных людей на земле. Ничего не может быть страшнее этого преступления. Это военные были? Милиция, милиция кыргызская. Я выделяю следователей специально, средственную группу, да, которая занимается преступлениями кыргызской милиции. Какое решение принимает ответная сторона? Нас всех прикончить, здание прокуратуры вместе с делами сжечь, этом поставить точку. Как я должен к этому относиться? Выходит статья в литературной газете. Мне звонит Салуянов, командир полка ферганской дивизии. Владимир Владимирович, это правда, правда. Утром у меня десантники с пулеметами оцепляют здание прокуратуры, чтобы обеспечить мне... А простите, я что, играю на сторону узбеков? Я объективно веду расследование. Убийцы узбеки, они арестованы. Убийцы кыргызы, они арестованы. То есть мы откровенно показываем, что мы хотим установить истину, навести порядок, назвать истинные причины одной и второй стороне. И кто виновен наказать? Нет, все воспринимается по-другому. Поэтому я и здесь сразу, я еще раз вам подчеркиваю, на ура воспринимается то, что ты делаешь против... Вот и сегодня же ко мне приезжают, например, мои знакомцы и друзья из Азербайджана. У них же обострелились отношения, что чуть ли не стали признавать, что Сумгаэти был геноцид армянского народа. Они приезжают... Владимир Иванович, ты можешь дать интервью? Я говорю, ну какое? Ну вот объективно расскажи. А там я арестовывал армянина, который был организатором массовых беспорядков. Один из первых, кто арестовывал, он был армянин по национальности. Я говорю, ребята, ну не надо выпячивать, что это был... Да, был один выродок армянин, который втесался в вашу толпу и так далее. Но это не характеризует того, что произошло. Вот все равно у них какое-то болезненное. Ну хорошо, я начинаю рассказывать, как это было. А мой коллега Володя Галкин, который непосредственно тогда руководил расследованием в Сумгаэти, вот, они его просят на эту тему, он категорически отказывается, говорит, эту тему затронуть не хочу, это очень скользкие вопросы. И у меня возникает вопрос, а чего мы боимся и сегодня, да? Что мы боимся сказать сами себе, другим? Мы в какие игры играемся? Ну хорошо, если бы вы были правы в той политике, которая тогда проводилась, почему бы все это повторилось? Это не должно было повториться, понимаете? Если бы тогда пресекли, была сказана правда, почему произошло, я думаю, что это бы не повторилось повторно, понимаете? И вот то, что вы говорите, вот мне настолько это знакомо, да? Как только ты начинаешь говорить, что, простите, но здесь вот так, тут же ты купленный, ты враг, ты в ничем не разобрался, ты ничего не понимаешь и так далее. Ну а что дальше? Ну придется еще пять лет, а может быть и меньше, может быть десять лет. И что, сойдете же в настоящей войне с танками, с пулеметами, с самолетами и так далее. Ведь это же в конце концов этим закончится. Вот по вашему расследованию, были наказаны те люди, которых вы нашли виновные? Частично, вы понимаете, в массовых беспорядках, конечно, все убийства не раскрываются, да? Вот, но я вот, например, хорошо помню, вот к нам ходил один небольшого роста узбек, вот каждое утро в течение двух с половиной месяцев он был под зданием нашего штаба. Вот, я приходил, приезжал на машине, он сразу подходил ко мне, рвался, честно говоря, он мне уже даже и надоел, а у него пропали пятеро детей. Вот, в ущелье они на пасеках мед держали. И вот он, ну понимали, что они убиты, вот помоги, 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 помоги. Ну, мы относились ко всем эпизодам максимально, возможно, и где-то через два месяца мы нашли группу этих киргизских ребят, которые это убийство совершили, причем убивали они их страшнозверски, они на лошадях загнали на гору Тасму, потом сверху сбросили вниз, туда гнали батагами на лошадях. Вот, по жестокости очень такое убийство, и через два с половиной месяца, ну, то есть, понимаете, мы старались относиться объективно к тому, что есть. Поэтому многие были наказаны. Сказать, что все наказаны, ну, бросьте, ну, пятьсот пятьдесят где-то человек было убито, ну, о чем вы говорите? Были наказаны, видимо, стрелочные? Нет, наказаны были исполнители. А в организаторах? Да ну, о чем вы говорите? Кто бы позволил тогда подойти к кому? К тому же, вот, председателю, с которым КГБ, к которому я подошел, я его помню и говорю, что сейчас давайте хоть подотвратим, чтобы мы не пострадали. Ведь скандал же будет грандиозный. Такой барский. Да не нужно преувеличивать, кому вы там нужны и так далее. Понимаете? Вот. Если бы я этого не видел, я бы понимал. Или что можно было, ну, в докладных записках написали, вот, о том, что вот эта ситуация с колхозом Рене, с колхозными полями. Давайте. И что? У меня в подборке масса публикаций того периода времени. Да, кое-где проскальзывали причины всего, что произошло и так далее. Но что это? Мы дали какую-то оценку? Что, поснимали с работы, с партии поисключали тех, кто за этим стоял, кто все это поощрял? Да, ничего подобного. Ничего подобного. Все остались на своих местах. Да, в чем-то они трансформировались. Да, стали кем-то другим. И все повторилось. Все повторилось. И повторится еще раз. Я глубоко в этом убежден, что ничего не стихнет. Хорошо. Вот я помню описание Юрия Михайловича. Просто он говорил, что специально готовились. Были отряды там, которые где-то там в полевых лагерях готовили. Ну так а как же? Ведь были же знаки опознавательные. Там и красные повязки, и прочее, прочее. Конечно, это все было подготовлено. Да, это везде. Это было и в Средней Азии, и в Докавказе. Везде были отряды боевичков. Да, простите меня, и в событиях, которые были у нас 20 лет, будет того, что в Москве произошло. Даже в событиях 1993 года расстрел Белого дома. А что это за таинственные снайперы, которых до сих пор никто не найдет? Которые снайперских винтовок, спины людей расстреливали. Идут же расследования, что дан ответ, кто эти люди, что ли? И на десятки других боевиков. Нет ответа ни с той стороны, ни с той стороны. То есть какие-то неизвестные. Только прорезаются, что где-то якобы сюда какие-то были завезены, смешанные там, подготовленные, прошедшую специальную подготовку, там, литовцы и так далее. Вот специальные отряды, которых проплатили, которые на стороне той или иной этим всем занимались. Я думаю, что то же самое было и в Средней Азии, и в Закавказе и так далее. Ну, на Закавказе это вообще не скрывается сегодня, да? Что туда запускаются эмиссары. В Фергане то же самое, да, что запускаются эмиссары и прочее. Но вы посмотрите другую вещь. Вот мы же уже очень многое говорили. Ведь турки-месхетинцы после Ферганы, они же рванули на территорию Краснодарского края. А что же мы сегодня замалчиваем, тот грандиозный скандал, когда они вдруг там совершенно не прижились с местными. Возникла ситуация чуть не повторения Ферганы, и после этого американцы их приняли, и они компактно выехали в Соединенные Штаты, где сегодня там проживают. Поэтому, почему? Потому что когда мы не хотим разбираться объективно в том, кто виноват, и не хотим сказать правду, да, вот это вот дружничество или заигрывание с той или другой стороной, я вот так говорил, тогда и могу повторять сегодня. Приятная, неприятная правда должна быть той, которой она есть. Объективно. Вот тогда люди будут понимать, разные люди. И узбеки, и киргизы, и русские, и украинцы, кто угодно, они будут это понимать. То есть, на ваш взгляд, правда – это залог дальнейшего благополучного существования? Конечно, конечно. Тогда можно разбираться, где, когда, на каком этапе можно локализовать, где это можно каким-то судебным процессом гражданским или уголовным это пресечь, еще где-то. А когда все это абсолютно поощряется, ведь вы посмотрите, вот сегодня, я помню хорошо, когда тогда в Аше, я видел вот этих вот молодых ребят с красными повязками, вот, и когда я сегодня вижу в Москве, я ничего против не имею тех, кто сюда приезжает, но я иногда говорю своим близким, вот, когда я их видел, допустим, в Баку, когда они ходили, вот эстерга какой-то, эстерга, эстерга, вот так, ты понимаешь, люди заряженные на агрессию, заряженные на насилие, когда вспоминаю в Аше, и вдруг, я слушаю, это Атенбаева говорит, делает предложение, ну, сначала меня поразило дикое предложение, свести войска из России. Я думаю, подождите, как, это каким макаром войска вводить? Маршем танковые колонны или колонны с техникой пойдут эти 400-500 километров до этой зоны или начнем самолетовым перебрасывать, это раз. А второе, с какого рожна Россия в лице российских войск будет улаживать тот конфликт голубины, который, ну, сложился там. И где? Стрелять и в одну, и в другую сторону? В какой роли мы окажемся тогда, если мы, допустим, на это пойдем? Это же вообще страшно, да? Она к этому призывает. Или призывает другое. Давайте введем российско-киргызское гражданство. Ну, хорошо его ввели. Вот. Но завтра совершенно свободно у меня во дворе везде появляются вот эти ребята, которые вспарывали животы, которые насиловали женщин и так далее. Они только появляются здесь. Завтра они группируются и начинают устраивать то же самое здесь, в Москве. Это им кто-нибудь задумывается? Сомневаюсь. Сомневаюсь. А это абсолютно реально. Почему вот такая жестокость маленьких детей, грудных, пинали, сжигали, расчленяли? Вот я помню, когда ребенка двухлетнего пригвоздили вилами. Вы понимаете? Я еще раз эту тему затронул. Вот национализм, с моей точки зрения, то ли у меня на родине, на Украине, то ли в Средней Азии, то ли в Закавказье. Вы понимаете, он почему-то отношение поляков и украинцев. У поляков беспредельная жестокость. Но она веками еще, в 15-16 веке, такая же на украинцев по отношению к полякам и к другим. Потому что я говорю, когда ты воюешь, как вы говорите, за родную землю, за свою национальность, я понимаю, вы сошлись в бою, в кого-то там стреляли, но когда вы человека на козлах начинаете распиливать пилой, медленно, да, но какое же это сведение, простите меня, щитонациональный, да, когда ты женщине вспарываешь живот и оттуда и кромсаешь ребенка, и кромсаешь ей матку, ну какое же это сведение межнациональных отношений, да, какая-то жуткая, патологическая, человеческая, ну ненависть по отношению к другому человеку. И поэтому вот эти звериные инстинкты, они просыпаются, ну где угодно, у тех же маньяков, а здесь в массовых беспорядках, значит, есть какие-то глубинные вещи, которые кровятся в чреволической природе. Которые нужно только разбудить, вот они гасятся до поры, до времени. Инстинкты звериные. Звериные, да, а тут они пробуждаются, они выплескиваются. И поэтому, когда вот я слушаю сегодня различное морализаторство, вот, вот, даже вот это убийство, которое в Туле сейчас, вот, я никогда такой жестокости не видел, но я в профессии 40 лет, 22 года наследстве, у меня всегда, знаете, ты этого не видел, но это еще ни о чем не говорит, что ты не видел, да, а я еще 30 лет назад был на месте происшествия у женщины, которые отрезали грудь, вспороли живот, откромсали всю матку, вытащили ребенка в зародыш, а там горло перерезали. Поэтому не надо мне рассказывать, что вот ты сегодня, вот пришел, и ты страшно удивлен. Это ты такого не видел, да, а на самом деле все это в мире существует, все это в мире есть.